Валерий Валютов, я являюсь руководителем проекта MapBuy, нынче мы модно называемся, подходом M24. Так как исторически сложилось, что Максим Киридор не выступал, про UI, вот да, у нас UI, я точно знаю, наверное, этот вопрос мне лучше не задавать, это наша главная путь, потому что у нас UI, в принципе, наверное, отсутствует на данный момент. Но речь сегодня не об этом. Спасибо. Немножко расскажу о нас. Кто мы такие, что мы делаем. Вообще, презентация изначально была очень техническая, потому что я посмотрел на программу, подумал, что она очень техническая такая, надо будет рассказывать очень много технических деталей. И потом, в последний момент, я решил разбавить какой-то такой живой информацией. Если будут какие-то вопросы, я не буду говорить, можете, в принципе, останавливаясь на меня по ходу рассказа, старалась спрашивать, а я буду отвечать. Устроим же вообще. На данный момент платформа МЭП-4 мы предоставляем веб и андроид-клиенты для карт Республики Беларусь. Я думаю, все из вас, как минимум, один раз загадали на МЭП-бай, видели адреса, видели карту нашу. Сейчас мы недавно, буквально официально, мы запустили с 1 февраля, но до этого, еще где-то полгода, мы неофициально работали на территории Республики Казахстан. В данный момент нас ежедневно посещают более 70 тысяч уникальных посетителей, и пределы нагрузки где-то около 500 одновременных посетителей на сайте. Мы три месяца назад выпустили андроид-приложение, и за эти три месяца нас уже скачали более 6 тысяч раз. Ну, какая-то неизвестная информация, что у нас собственный рендер-стэк на базе 8 данных. Заглядывая в прошлое, мы были первой карта Республики Беларусь, которая была официальной. Мы покупали карту основу в Белгеодезе, на те времена она стоила сумасшедших денег, но если мы хотели работать веб, то это был единственный путь, надо было покупать. Мы сделали карту на флэше. Из такой тоже очень интересной истории. 50% проекта принадлежало компании, которая на тот момент вообще никакого отношения ни к вебу, ни к интернету, ни к технологиям, ни к IT не имела. Они занимались и по сей день занимаются оптовой продажей продуктов питания. Маркароны возят и так далее. И до сих пор они, в принципе, 50% проекта владеют. Тогда, на тот момент мы понимали, что флэш, как бы это было модно, это было круто, он предоставлял очень много возможностей, но это была такая очень драгоугольная возможность, потому что поддержка карта на флэше занимала очень много времени. И отрисовка одного дома занимала час, а то и больше. А добавление до домов, это выставление всех связей, это вообще было 2-3 дома в сутки можно было нарисовать. Собственно говоря, рационные расходы на поддержание флэшевой карты были просто сумасшедшие. В один прекрасный момент мы все это осознали и решили, что нам надо рождаться заново. Или мы умрем, или мы родимся заново. На данный момент мы используем в ОСМ данные для картографии. OpenStreetMap это карты, которые создают сообщество, люди, которым скучно, которым нечего делать, или которые, в принципе, как бы видят себя в картографии. Они просто берут подложки, обрисовывают карты, делают общее дело. Они волонтеры, можно сказать. На данный момент у нас небольшая команда из 6 человек. И вот эти 6 человек, собственно говоря, поддерживают всю Беларусь и с недавнего времени Казахстан в плане картографии. Пускают релизы, добавляют информацию, модерируют ее, поддерживают сервера. Можно спросить вас? Да, конечно. Ну, там, мы два, то есть, что учащиеся на другу, мы там, мы отзывали, я не скажу, что такое такое? Вот у меня даже... По-моему, вы этот вопрос хотели задать. Чем отличается? А, вы говорите, я потом его задам. Да, это еще. Два из вас, чего это? Я хочу, что вы рассказываете, в смысле, в том, что мы в банке, в том, что мы в банке. Я один раз зашел, мне случайно. Извините, не за что. Да, это карта, но мы себя позиционируем больше, как карта. У нас больше информации, на самом деле, чем у Google и больше, чем у Яндекса. Потому что наши карты рисуют сами визуально. Я сказал, что ты поднялся в углу, к сожалению. Где починить ноутбук, почистить, почистить, почистить. Значит, давайте снова на вопросы. Да. А в чем время почему от Mapsizmi? Mapsizmi полностью оффлайновые, а Mapsizmi не предоставляет возможности никаких каталогов. У нас, мы лучше тем, что у нас можно искать адреса и каталог. Mapsizmi – это просто аккаунт. Отвечаю опять на ваш вопрос, где почистить ноутбук. Но, к сожалению, да, значит, не добавилось ни одной компании, где почистить ноутбук. Ну, там сами это даёт, да? Да, пользователи это визуально, это контент. То есть, пользователи сами добавляют. Мы никого не заставляем, мы никого не привозим в зал. Лучше, как показывает практика, мы здесь сами добавляем. Да. А нужно просто говорить, что данные не больше, чем у Яндекса. Да. Да. Масштурты у нас сейчас не очень актуальны, мы сейчас разрабатываем новый движок. Вы должны запустить, я так думаю, что это визуально в следующие месяцы. Который будет общественный транспорт, оригинальный транспорт и общедоступные расчёты по городу. А не уходим делать, что же у нас на УСА? Мы используем полностью всё УСА. Может быть, в России это сервисы, которые представляют, где у кого нет? Или вы сами это делаете? А смысл? Чей-то 20. Это есть всё своё. Я продолжаю. Как и говорил, у нас с командой 6 человек поддерживает весь этот проект. Вот с чем мы отличаемся от Яндекса и Гугла. Наши 6 человек, а не 10 тысяч. И до 70 прибыли мы получаем из медицинной рекламы. Но мы продуктовые. Мы считаем, что у нас продукт был бизнес. У нас есть продукт, который мы окупаем за счёт медиа рекламы. Как и говорил, что сейчас Беларусь и Казахстан мы готовим уже к ревизу, Литву, Эстонию, Украину. Ну и мы также участвуем активно в стратап-движении при Беларуси, не только за пределами, но и начинаем прозицировать как стратап для других стран. Потому что люди из других стран могли тоже активно вбиваться в ОСМ-сообщество, чтобы могли начинать рисовать карты, пользоваться нашими сервисами в том числе. Ну и в скором будущем уникально для вас специально приоткрою небольшие тайны, что от MAP24 и от MAPI ждать в ближайшее время. Все знают, что это чемпионат мира, который у нас будет. У нас будет спецпроект официальный с дирекцией чемпионата мира. Мы делаем, это будет под паралек на английском языке, на русском языке, для посетителей, для наших, где будет... О, немножко будет, немножко будет встречаться вот в MAPI. Это будет такое специальное для наших гостей за выдержанное время. Наконец-то, еще раз. Объявлено, до цифрации, то есть что вы делаете? Еще раз. Переводите на английский язык. Мы и перевозим на английский язык, перевозим все компании на английский язык. Мы будем предоставлять информацию, как проектировать из одной точки в другую, какие есть торговые центры, с фотографиями, с трехмерными рендерами. На выставку. Вы получили. Вы получили на английском языке на английском языке? А это кончено? Да. А это кончено? Это кончено. Да. Получили. 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 Мы на самом деле, не участвовали. Как берем? А бесплатно делали? Так, да? Продолжать? Более направленный. А, более направленный. Спасибо. Да. А, спасибо. Если вы переходите в OpenStreet, там же есть частичные данные, которые изначаются на разных языках, и в ваших периодах, что с ним происходит? Вы согласны в OpenStreet? Или это всегда правильно? К сожалению, вот сейчас наша технология сделана таковым образом, что мы не можем выгрузить обратно в AWSM, поэтому мы их перегенерируем у себя локально и будем использовать только у себя локально. Разговариваем мы с одним человеком, который тоже является частью нашей команды. Если вы с ОСМ-сообществом тесно связаны, то, я думаю, знаете имя Дорофеги. Ну, это куратор белорусской части ОСМа. Мы с ним активно очень общаемся по этому поводу. В принципе, может быть, мы как-нибудь каким-нибудь образом выглянем. Вопрос именно в технической плоскости, не в принципиальной какой-то или не в политической. У нас также готовится спецпроект с крупнейшим мобильным оператором Республики Беларусь. Вполне возможно, что эта платформа как таковая в виде приложения отойдет к оператору. Мы просто останемся как компания ее поддерживающая. И Максим упоминал это на одном слайде. Оператор, билетный оператор. Он показывал это как ужасный сайт. Он, на самом деле, ужасный сайт. Тикибас.бай. Но мы с ними готовим тоже проект по прокладке end-to-end планшрутов. Это значит, что вы взломили, а в Vitex сможете построить. Однозаново регенерируется этот тайл. Может день, может два, может месяц. Порядом неделя. Качественный тайл отрисуется. И, собственно говоря, это не реал-тайм уже отрисовка карты. Это все-таки заделочка большая. Куда движется? Если мы берем архитектуру отрисовки карты на клиенте, у нас сразу исчезает очень много головной боли. У нас есть СУБД. С помощью API мы отдаем это веб-серверу и клиенту векторную готовую графику. Как он дальше будет ее у себя отрисовывать, нас уже не волнует. Мы отдали, превалиться в землю. Пули вылетели, смотрите в себя. Какие здесь есть минусы? Отрисовка карты на клиенте при помощи JavaScript, исходя из вектора. Но вектор вы знаете, что обсчитывать все-таки даже для JavaScript этот ресурсоемка тоже задача. Отсюда и выходит, что медленная отрисовка больших объемов данных. Если мы берем двухмерную карту, там еще не такие большие объемы. Но, опять же, возвращаясь тому, что я покажу, есть двухмерные карты, где миллионы объектов на одном экране. И реально отрисовка это просто жить. Еще один из JavaScript. Вы хотите сделать новую гриппроекцию, как мы думаем в 3D-пешки игры. Т.е. вы по кризису именно направитесь. И вы хотите живые векторы именно в SVG. Как вы сказали, как в 3D-пешок. 3D-пешок, но... Как вы знаете? Вы можете управлять ASM.js, от множества JavaScript, которые активируются, например, SIEM JavaScript. И, в общем, оптимизация в интернерах Firefox, в случае последней версии, что он позволяет такой император под множество JavaScript очень быстро выполнять. Для того, чтобы, например, есть портирован такой ASM.js бежок Unreal Engine. Ну, и он с племенами про таблицу. Да, собственно говоря, мы знаем про эту возможность, но, к сожалению, нынешняя картография, так сказать, пользовательская, это вот картография, что сказали для гиков, это для людей, которые понимают, что такой хороший браузер, какой он должен быть, но у народа стоят интернет-эксплореры. Т.е. мы не можем им дать ту карту, которая в нашем понимании хорошая. Мы им даем то, что он сможет увидеть. Какая у вас поддержка правды? Все равно остается большой объем передаваемых данных для предприятий. Конечно, это не такой большой, как... А какая у вас поддержка правды? У нас... Хорошего вопроса я, наверное, сходу не скажу. Знаю точно, что интернет-эксплорер последний с предыдущей версии библиотеки не работал. А опера? Я вообще, честно говоря, браузером не считаю, но... Пользователем, по-моему, добудет. Сейчас в чемодан прилетел. От пользователей. Файнфокус, конечно же, и там добудет. Здесь у нас есть возможность отдаем отрисовки объектов. То есть, если мы отдали пользователю объекта, то он сразу может себя на предоприятии адресоваться. Ну и еще один большой плюс, для кого-то плюс, для кого-то минус, для Google, для нас это плюс. Это открытость форматов отрисованных данных. То есть, все, что должно отрисоваться от пользователя, мы ему должны отдать в каком-то открытом виде. Конечно же, и Google, и Яндекс не любят отдавать свои данные в открытом виде. Потому что их кто-то же может убрать, почитать и далее. Для OpenStreetMap сообщества такой проблемы не существует. Все данные, они публичные. Ну, собственно, возвращаясь к оценалу современных технологий картографии. Тут у нас вырисовывать всего лишь невозможности, исходя из всего. Флэш. Нет нативной поддержки на мобильные устройства. Первое. Становит то, что это устаревшая технология относительно не любит ее уже пользоваться. Нативные приложения типа Google Earth. У них очень тяжелая дистрибуция. Если Google Earth владу Гугла многие себе не ставят, то заставить кого-то ради карты поставить большое приложение на десктоп, на планшет, это практически нереально. Ну и HTML5 нынче модный. К сожалению, есть проблема долгого рендеринга. И на данный момент очень плохая поддержка браузера. Да. Я думаю, может быть без микрофона, в принципе, я слышу. долги это сколько конкретно секундах? Сейчас есть все. Вот это вот буквально мой последний шокейс будет, когда я покажу просто как может выглядеть настоящий 3D, адресованный на клиенте с помощью браузера. параллельной вселенной. Параллельной вселенной. То есть, сейчас я ответил на телефоне приложение на телефоне или он недолго крутится карта? Мне интересно, если вы говорите, что это быстро, тогда HTML5 это месяц. Ну, долго вообще. Долго это сколько уже получается? Вот. В этом вопрос состоит. Ну, на компьютере я скажу так, что я не чувствую себя комфортно, когда двигаю мышкой. Мне на карту надо быстренько подвигать мышку, посмотреть, что вокруг. Я когда двигаю, и проходит там пару секунд, и она только начинает двигаться, и карта, ну, я считаю, что это, наверное, долго. По-моему, по-моему, это не будет. Возможно, у вас или браузер слабый, или интернет слабый. Ну, я сейчас покажу. А вы оцените, вот насколько можно юзабельно использовать такую карту? Хорошо. Вот, собственно, тот самый шелфист, который я хотел показать. Я сейчас кликну на эту ссылку, и мы все увидим. Чудо. Ну, сейчас. Чудо. Я, к сожалению, не вижу там, где браузер, загрузить. Сейчас я переключу, загружу браузер, и обратно переключу. Нет, чудо не видим. Надо нам видеть чудо. Сейчас браузер по воде пойдет, да? Считаем. Раз. Раз. Три. Это реальные OpenStreetMap данные, которые грузятся в реал-тайме на клиент пользователя. Клиент, в данном случае, это обычный Google Chrome. Но, опять же, эти все данные, они в открытом доступе, то есть могут использоваться в любом. Вот как я и говорил, собственно, как вы будете, как вы себя ощущаете в лаузе по такой карте? И это на ноутбуке, ну, я не сказал, уже слабенький, наверное, ноутбук. Нет, это фоллаут напоминает. Второй фоллаут. Как вы видите, отрисовано все до мельчайших подробностей, все это отрисовано векторами. Вот это называется настоящий 3D. То, что у гугла, это все отрисовано блуками, отрендерено и засунуто в виде картинок. Вот это вот то, что вы видите, это рендерис на клиенте, исходя из векторов. А где Мавзолей? Мавзолей есть, сейчас покажу, даже, по-моему, там красненький. Того самого вы не увидите, его, по-моему, не отрисовали. Нет, нам нужна детализация. Мы сейчас посмотрим что-то другое, да? Не Map, правильно? Нет, это не Map, конечно же. А почему тогда мы это смотрим? Потому что, вообще, тема презентации была современной картографией. Я хотел показать то, что нынешние возможности в OpenStreetMap и картографии, вообще, далеки от того, что вы видите на MapPay, или на Google, или на Яндексе. Они намного дальше шагованы. Вот он, вот на Лехе. А там красная площадка? Нет, там много, на самом деле, чего отрисовано. Если мы возьмем там штаты какие-нибудь или возьмем Австрию, то там очень хорошо все отрисовано. Если мы возьмем голову, то лучше не смотреться. Скажите, вот рендеринг сейчас из ООО употреблялось. Можно сказать, что на фото дает, что на выход, что вы имеете в виду под словом рендеринг? Вы имеете в виду на API-карте? Вообще, презентация, рендеринг, рендеринг. Как я и говорил, две возможности рендеринга. Одна сервер-сайт рендеринг, второй клиент-сайт. Вот здесь клиенту отдаются векторах. То есть координаты векторов и их слойность. Как они должны выглядеть. И исходя из этих данных, клиент уже сам рисует. То есть рисует браузер. Рису они так принимают? Возможно уже рису они, я не знаю. Не задавался этим вопросом. Если мы говорим про мэрбак, про классические 2D-карты, то вектора, вот эти векторные данные, отдаются внутреннему сервису, так называемому мапнику и тирексу. Мапнику, который адресовывает эти вектора в картинке обычно. И картинки уже готовы, отдаются. Понятно. А это Canvas или нет? А как оно вообще выглядит? Ну, то есть вам приходит GSO? И что потом? Потом при помощи библиотеки, JavaScript-овской мэйли. Проще показать код. Покажите код страницы. Все поймут. Там будет ссылка. Собственно говоря, я не сдаваю, вы можете потом глянуть и все. Да. А преимущество вот в MapBuy, когда он будет таким вот, как мы сейчас видим? Таким он будет, я думаю, что очень не скоро, потому что, как я и говорил, технологии пока что позволяют видеть эту карту очень медленно и только в Google Chrome или Firefox, но технологии не стоят на месте. И мы так надеемся, что где-то в чем-то искать может быть и была такая карта. А вот такая карта есть в Беларуси? Такая вот, как мы сейчас видим, в Москве, допустим, до Минска, есть такая же карта? Я, вы, другие люди, если вы дорисуете вот это вот и все, то будет именно ваш голод выглядеть так. Мы рисуем это иногда, когда у нас интересуется. Мы начали рисовать эти карты для Минска вот и... Еще раз? Мы начали бы эти карты рисовать для Беларуси, для Минска. По рисуям. На самом деле рисуем. То есть у нас есть, да, один человек, который сидит и занимается. Но пока вы не показываете? Там на самом деле пока нечего показывать. Пока что у нас даже высот для многих зданий нет. То есть, чтобы такое отрисовать, надо очень много элементов знать высоту, какие-то архитектурные, брать данные. С наших проявлений в самом государстве очень тяжело. Ну, тендер вы получите. Ну, хотелось бы спросить по поводу меня вообще. Вот почему-то сначала Казахстан, а потом Беларусь? Или как? Нет, в Беларуси мы очень давно уже. А, давно очень. Но про вас слышно было... Ну, как-то очень недавно. Про Матбай? Да. Вообще, сайт запущен. Точно знаю, что в 2007 году мы уже... То есть я уже занимался им. А он еще был до 2007, то есть 2005. Потом в Казахстане. А потом? Потом в Казахстане. Там дали микрофон. У меня вопрос как раз по технологии. Вы говорите, что так хотели. Можно чуть подробнее, если знаете. Подскажите, куда допасть. Это интересует именно то, что вы назвали, наверное, псевдо 3D. Как? Ну, в моем понимании, вот я знаю, что у Google и у Bing, у Microsoft-овских карт, да, у них есть такой вариант карты, когда она отображается под углом. То есть там она тоже в тайлах отдаётся, но отдаётся фотографии не перпендикулярно сделанные сверху, а под некоторым углом. Тогда там можно её даже поповорачивать по сторонам света и посмотреть там на здание как бы в таком, почти, ну, псевдо 3D, наверное, назовём это. Вот. Если вы знаете, мы пытались эти карты у себя попробовать применять, но мы не нашли нормального клиента для работы с этими картами. То есть можно взять оригинальный, например, клиента в Bing, вот, но брать их тайлы, ну, запихивать в какой-то клиент типа Reflet, вот мы ничего такого не смогли найти. Может вы что-то про это знаете? Да, знаю, потому что тут явное, так сказать, решение Bing и Google, и они очень не любят, когда пользуются их клиентом. Собственно, поэтому они максимально пытались обезопасить себя, зашифровав данные, с которыми работает Reflet, так называемая, индекс Z, Y, X, ну, то есть координаты обычные, Zoom и X, Y координаты. Вы вернули её просто через какое-то непонятное место и никому не говорят, как это понятно. Ну, скажу так, что если вы будете выпускать очень публичный продукт, то в конце концов вам придёт какая-нибудь малява из Bing, что они не так делают, ребята. Скажите, на приложении у вас постоянный доступ в интернет нужен для подключения карт, или, как мы говорим, можно просто сливать карту? Для приложения вы можете слить карту и браздить по ней, но если вы будете искать что-нибудь по приложению, адреса, организации, то вам нужен будет интернет. А какие-нибудь там ближайшие точки, что-нибудь такое там тоже есть? Ну, вот как в WebEx.me, там забиваешь магазин, оно ближайшие показывает, хотя бы, ну, просто сдаем. В данном релизе нет, мы планируем выпустить полностью оффлайновую версию со всей нашей упаковки. Пока что эту модель думаю. Честно говоря, если мы говорим на Беларусь, то тут, как я говорил, денег нет. Даже до того кто-либо. Я думаю, что да. Я хотел немного добавить по поводу того, как вендрили дома. На самом деле, OpenStreetMath, ну, в самих данных есть много чего интересного. Например, этажность дома, переходная этажность и так далее. Ну, как бы, есть интересные, там можно найти все. Вообще-то, не только этажность, например, такие вещи, как полосность, с какой полосы куда можно поворачивать. Ну, в общем, очень достаточно интересный и разрыв мысли, он просто может быть бесконечный по этим данным. Ну, теперь немного вопросов. Собственно... Спасибо, интересный вопрос. Ну, я хотел спросить, ну, конечно, классно, классно этот 3D, но 3D, он может как-то ощущаться при достаточно большом зуме. Например, если у меня там зум в районе города такого, ну, или района, то нет этого 3D, там, по сути, ни холодно, ни жарко, и, как бы, все равно эта детализация не будет видно. Ну, как бы, зачем, зачем так вот этот 3D, зачем его навязывать сильно? Вы знаете, тут, на самом деле, очень много дискуссий по этому поводу, и до сих пор нету одинакового решения. Половина, вот, мнение сильно разделяется 50 на 50. Половина считает, что карты должны быть именно 2D, чтобы пользователям просто было легко понять, как ехать. Вот, сколько вы видите сверху там, что здесь домик, вы его знаете, как объехать. А вторая половина считает, что вот должен быть сугубо 3D, потому что это красиво, это круто, ты вот видишь на компьютере точно такое же здание, как видишь живое, тебе так легче ориентироваться. Вот единого мнения нет. Нужно ли 3D в фотографии или не нужно? Еще такой вопрос по поводу вектора. Ну, по сути, что, ну, можно, насколько я знаю, или, может, я ошибаюсь, в общем, есть рендеры, которые вроде бы рендерят CSV. Возможно ли поменять там BNG-шные тайлы на CSV-шники и иметь, может, возможно, менее компактный объем или более векторно и не париться с большим разрешением? Да, можно. Мы пробовали это, скажу так, что меня CSV-шка центра Минска, ну, так, заняла где-то 8 мегабайт. Если это загрузить в браузер, то он просто безбожно начинает педалить. Ну, как бы, суть в том, что, ну, не делать большой детализации, например. Не делать, например, ну, все те же данные, мы как бы, если возьмем Беларусь, то, если это не GZIP, какой-нибудь, занимает, ну, около двух гиглов данных. Ну, в любом случае, мы не будем же это качать. И, в любом случае, данные должны как-то удержаться до более-менее какого-нибудь разрешения для более-менее какой-нибудь детализации. Но, к сожалению, вот это вот, как вы говорите, это, на самом деле, очень давно. Народ пытался с помощью CSV-конваса сделать кратку, но почему-то эта технология не получала какого-то широкого распространения. Шли все на JavaScript. Причина. Еще вопрос по ендерингу все-таки. Такое вещь, ну, все равно же грузится GeoJSON или еще какой-нибудь формат. Это тоже какой-то объем данных. Он, в любом случае, будет как-то тоже урезаться, потому что он не будет грузить полностью вектор всей местности. Правильно же? Да? Все верно. Спасибо. Валяр, спасибо. Интересная презентация. Вопрос самый главный. Что с UI на MacBuy? Когда ты заходишь, ощущение, что сайт 90-х, он очень отталкивает. Да, вот я начал буквально с этой темы. С этой темы у нас… Да. Отвечу на вопрос. Платка. Если вы зайдете на Казахстан, то вы увидите новый же там дизайн. Многие элементы перебираются. Мы постоянно меняем дизайн. Собственно говоря, да. Мы скоро поменяем его. По вашему приходу не видать. У вас там рельеф есть? Тип просто это домики правильные, а на плоской поверхности? Рельеф можно подключать. Но у нас нет данных официальных по рельефу в Беларуси. Их надо покупать у Белгеодези. Цена Белгеодези, честно сказать, что… Вы это позволяете? Что? Там есть гражданская карта, так называемая. Что касается гражданских, пожалуйста, без проблем. Котловат здесь, а на карте он где-то вон там. Это гражданская. Давайте, наверное, перерыв. Спасибо.